всем привет и сегодняшнем видео хотелось бы рассмотреть еще одно приложение которое в принципе работает как самостоятельное приложение но у которого есть такая функция что она может быть также служить как аддон для программы blender 3d это приложение verge 3d с помощью которого также можно модели 3d модели 3d сцены которые мы создаем переносить в веб и у этой программы есть огромное число огромное большое количество полезного функционала вплоть до того что можно создавать сцены дополненной реальности также можно создавать например в отличие от фреймворка и frame и соответствующего аддона для блендера и frame он занимает все пространство веб-страницы с приложением verge 3d можно также на этой странице создавать веб-интерфейс и скачать это приложение можно на официальной страничке разработчиков ссылка будет в описании и после того как вы скачали устанавливается она так скачивается обычный exe файл она устанавливается как отдельная программа и что интересно насколько я понял она сама находит вашей на вашем компьютере соответствующий пакет для работы с 3d там 3d max или блендер и после того как вы установили эту программу на своем компьютере верш 3d заходите в блендер открываете раздел edit preferences и в раздел аддонов заходите ищите аддон верш 3d он у вас уже тут установлен хотя бы даже до этого не открывали блендер да вот вы ставите галочку и после того как вы ставите галочку напротив этого аддона у вас появляются кнопочки дополнительные для этого аддона это всего лишь две кнопочки чуть позже мы рассмотрим для чего они нужны после того как вы установили программу запустили ее на своем компьютере она у вас открывается в браузере который у вас по умолчанию открывается вот такое меню в программе которая устанавливается в ней уже находится 26 готовых сцен или моделей с анимацией которые вы можете рассмотреть таких образцовых примерных да что есть уже сделанных да и давайте вот рассмотрим посмотрим что вот это вот за персонаж что это за сцена написано отжминта reality то есть дополненная реальность видимо это эта моделька разрабатывала для дополненной реальности нажимаем здесь вот два способа запустить эти приложения чем они отличаются мы сейчас увидим нажимаем зелененькая и вот мы видим у нас такая моделька которую можно покрутить повертеть такого паренька с граблями нажимаем синюю кнопочку тот же самый но он анимированный то есть это образец как будет выглядеть ваше приложение после того как вы запустите вашу 3d сцену созданную в блендере запустите через этот аддон то есть она откроется в браузере и будет выглядеть вот так дальше вот эта кнопочка но тут уже примерно можно понять да что это способ открыть этого эту модель в блендере и если мы нажимаем на эту кнопочку то у нас появляется эта 3d модель эта сцена открывается в программе блендер и мы здесь уже можем работать создавать свою анимацию менять текстуру что-то дополняет добавлять в эту сцену какое-то окружение и после того как мы все это закончили делать как нам открыть то что мы сделали через программу блендер вот здесь и нам пригождается вот эти две кнопочки которые появились после того как мы поставили галочку напротив аддона верш 3d app manager если мы нажимаем то у нас открывается вот это окно если же мы нажимаем сник пик то у нас появится вот этот вот персонаж который мы открывали по вот этой вот зеленой кнопочки далее все эти модели они могут быть программируемые есть очень интересная функция у аддона приложения верш 3d то есть вы можете задавать своим 3d сценам 3d моделям определенную логику действий то есть после того как ваша модель будет открыта в браузере с помощью мышки с помощью клавиатуры вы можете взаимодействовать с этой моделью работать с интерфейсом то есть ну давайте откроем вот индастриал робот сейчас сейчас то есть с помощью вот этих пазлов которые ну явно был взят за образец скретч с помощью этих пазлов можете задавать логику действий например вот этому роботу чтобы он при нажатии определенной клавиши для определенного места на экране чтобы он поворачивался налево или направо начинал сверлить или что-то поднимал или опускал что-то хватал то есть все эти действия возможны возможно настроить заложить с помощью вот этих пазлов интерфейс ну явно слизом если можно так выразиться с скретча точно также собираете логику и как это делать мы будем рассматривать в дальнейших уроках на сегодня на этом все